Сколько лет здесь живешь? Я здесь живу с 76-го года. Какие проблемы сейчас вообще? Очень много. Ну давайте, все в порядке. И канализация, и водопровод, и стены, и у нас фундамент, это не фундамент у нас, это подушка. Годуласы в этом, они говорят, уже не числи, что не снесены эти дома. Да ладно? Да. Вот ям образовала, и здесь вот, и здесь вот уже вода, вон их не могла. Ну вот, фундамент мокрый, он уже стыкся. То есть просто у вас трубы из квартиры, вода уже под пол. Там есть? Под пол нету. Нет, не пол. Там месяц назад был ураган большой, то есть деревья аварийные, кто-нибудь проверял вот этот мир? Послушайте, вот когда приехал на следующий день представитель Горгаза, правда парень не представил, кто он сказал, он инженер вот этого вот управления Горгаза. Я говорю, вот они деревья ведут, они на газовую трубу. Вы какую-то ответственность несете? Он говорит, не несем, я говорю, они все упадут. Он говорит, упадут, придем трубу и сделаем. Вот я лично сама спрашиваю. Нам вообще надо какую-то программу, чтобы все их спилили. Скажите, вы к власти обращались? Я обратился, мне дали порубочный билет на 24-й год. Обращался к Булану. Вот мне порубочный билет на три дерева дали. Будем ждать 24-й год. И третий, идите, я вот вам покажу. Вон там дом стоит, вот, раньше третий дом, по-первых, рабочий. Там раньше была, забота называлась, какой-то там, красив был, да. Вот неоднократно в этом здании был пожар. Ну, один раз вот где-то пол один, мы все выбежали. Там, потому что бомжи и дети плывают. К нам обратились жители 2-го переулка Рабочий на нижней террасе. Они боятся за свою жизнь. Боятся сгореть заживо в своих квартирах. Несколько десятков метров от них находится аварийное заброшенное здание. Оно не законсервировано. Мы слегка сюда зашли. Также каждый вечер здесь играют дети, подростки. Также здесь могут появиться бомжи, возможно, закладчики. Это здание несколько раз горело. И огонь легко может перекинуться с этого здания на сарай и потом на жилые дома, где живут пенсионеры и дети. Вот в каком ужасающем состоянии находится это здание. Родители боятся за своих детей. Ведь пока оно законсервированное, пока его не снесли, дети в опасности. Какая хорошая компания нас возьмет, скажи. Здравствуйте. Мы мало оплачиваем. Потому что у нас дома маленькие. Мы мало оплачиваем. Оплачиваем как за хорошие жизни. Мы мало оплачиваем. У нас все старые, все коммунальные, все подводы нас не берут, потому что нам морок полол. Сейчас нам надо столько денег тратить, никто не будет денег тратить. А так... Если люди, у кого здоровье есть, более-менее, да, они делают. Как-то что-то делают, да. А мы вот два старика. Мы три года подряд убирали, мы уже не можем. Они не хотят справлять компанию работать как положено. Один ответ. Вот сколько нас мы обращали? Он говорит, вот я, например, говорю. Мы платим за уборку территории круглые сутки, круглый год. Ну, где-то 3,50, ну, пусть 3,50 за квадратный метр. Ну, у нас два-три раза приехать зимой уберется трактор, если он наймет трактор. А в остальное время нас никто не убирает. Деньги мы платим. Почему мы деньги платим? Я вот лично спрашиваю у нашего управляющего компании. У нас один человек выгребает. Вот муж, как право, да? Он честно выгребает, нам помогает. А дальше вот прямой даже... А чем выгребает? Он приедет, он трактор, но он прочистит вот сюда вот дорогу и все. А тротуар у нас никто не чистится. А летом-то никто не подметает с мусором. Ну, мы живем и деньги. Я хочу сказать, вот я хочу что сказать. Ну, вот у нас дома, вот видите какие. И мы платим за питание по ремонту. Вот, где по... Мы нужны, мы пытались перед тем, кто где нас. Летом вопрос решался взять нас в региональную компанию. А, господи, муниципальная. Государственная, городская управляющая компания. Да. Вот ее недавно создали, обещали все проблемные дома, да, передать. Слушайте, я лично полгода собирал все документы. Каких только там бумажек надо было. Полгода было. То, значит, одних не хватает, то других не хватает. То этого надо переделать. Мне также подписка, то есть надо было подписка. В результате пришел срок, вот, например, нам дознали до какого числа, я сейчас уже не помню дату. Я стала две недели. Срочно прийти на. Писали, в конце концов, бумажку, написано, что мы переходим из дома города вот в эту компанию. Почему? То есть мы неправильно написали, вот это дома города. Я говорю, я вообще бумажку не писала, дома города. Мне прислали вот это вот рейд, написано, что... Или я еще, брат, говорю, как дома города. Ну, а что, уже устали. Вот прислали за каждым письмом. А что это ты где-то? Курьер прислал, вот, как одно письмом, что вот у вас неправильно, там куда-то звоните. Я сказала, ну, там мы нахер надо, потому что уже устали. По документам, на этом послали с 1934 года. Думаю, садимся, садимся. То есть этот дом как бы усадку дает. Да, 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 да. Это было непросто, непросто. А у вас, по-моему, это партирус, тоже перекосы есть, полы, аэркнированные, да? Да, с потолок и вологии. Ну, с металками замечала, но с столами тоже. У нас в квартире была такая же история. Дом деревянный и деревянное перекрытие получается. Счетный. Счет деревянный. Ну, понятное дело, на 70 лет любой дерево сгниет. Ну, скажите, что вот у нас нормально ни одна управляющая компания идет. В принципе, денег-то же мы тоже платим. Вот я говорю, я вот свои квартиры в 3-м доме плачу 7,5 тысяч. 4 тысяч отоплений, мы все платим, как все дома. Ну, скажите, вот сейчас я уже говорил вам про дворик. Ну, денег-то платим никто не убирает. А, в принципе, если убирался, к нам как нормально относились бы. Пускай этих денег нет, вот я же говорил, ну, раз вы не убираетесь у нас там по 8-7 месяцев, ну, перекидывайте наши деньги тогда вот на ремонт, на подъезды. Прямо обязаны кто-то там никогда. Вот я про Седова узнала, вот Вайбер начала читать, вот тут вот, ну, может, два месяца, три месяца. Когда вопрос решался, поснулся вот это, по решению вот этого училищества бывшего, вот Седов образовался. А так вот я про Седова сейчас говорю. Ну, может, они молодежь слышат. Я вот про него не слышала, про этого Седова. Все появляются, когда перед выбором. Я вот про Седова не слышала, что он каким-то вопросом занимался, коммуналка или чем-либо. А как выбор прошли, все нужно. Ничего. Вот когда у нас газовая труба упала на дерево, вызвали девчонки шестого дома, какой-то, это, тоже, журналистов. Так мы их ждали два часа, у них по навигатору, второй работе у них даже, это, не нашли. Да, пошли встречать, их вот, Касперов, девять, встретили, этих журналистов привезли. То есть нет нас журналистов. Да, да, даже нет. На журналистах они так числятся, но просто как отсылка. Но они не могут найти по-своему этому. Ну, если бы еще мэр Галёна Писарев сказал, что ваших домов нет, мы собрались, не навести порядок. Слушайте, помочь нам с деревьями самое главное, чтобы... Деревья, получается, оборудованные. Вот сейчас, конечно. С страны, вот если показать, тоже ряд деревьев был. Как они падали в наши дома, это же вообще. И когда они падали, то одна рука была. Хотелось бы прогнившие деревья. Которая никому не нужна, никто сюда не приезжает с каким-то проверком, что значит нас, мы забыты. Нет бюджета, ну нет бюджета. Ну вот 17 тысяч, ну когда мы накопим эти деньги? Нам больше платить, нет возможности. Нас беспокоит что? Что они у нас близко к домам расположены. Опасность создают для нашей жизни. Оно же упадет, разобьет, ведь там крышу есть, проломит. Посмотрите, они какие виски-то. Дочка. Давайте, давайте. А у меня, вон там, вы только видите, какое-то небо. Это перед моим окошком. Как ветер, я вообще не сплю. Он тонкий, длинный. Вот был ты хатсу в вершине. Мне 72 года умирать не хочу. Какое. Какое.